КАЛИФОРНИЯ Так, в четвёртой части имеется поистине немало жёстких, тяжёлых и попросту грустных моментов. И одним из самых ярких, но при этом частенько забываемых примеров этого является арка Ниджимура Бразерс. Заслуженно ли она многими забыта? Почему о ней редко вспоминают и в чём же кроются её значительные плюсы? На все эти вопросы я и планирую ответить. Ну и давайте приступим. Арка Ниджимура Бразерс третья по хронологии в четвёртой части. В манге она разворачивается с девятой по восемнадцатую главу, ну а что до аниме с третьей по пятую серию. Сюжетно ей предшествует битва с Анжело, которая плавным образом к этой истории нас и подводит. Так, благодаря самому Анжело мы выясняем, кто стоит за её получением стенда и в результате побегом из тюрьмы. Речь идёт, конечно же, о старшем брате Акуясу, Кейче Ниджимури, действия которого по факту и стали катализатором сюжета всей четвёртой части. При этом, что парадоксально, как Кейче, так и вся эта арка действительно редко вспоминаются. Если так подумать, то причины столь пренебрежительного отношения лежат на поверхности. Как и было отмечено, эта арка является одной из самых первых в этой части. И в результате этого она, возможно, просто перекрывается дальнейшими историями. Да и будем честны, большинство помнят четвёрку за Киру Йошикаги и все события, что последовали его введению. Так что да, полагаю, Кейче и его арке попросту не повезло. Однако, это никоим образом не умаляет её важности, но и в придачу крутости. Именно в Ниджимура Бразерс вводится столь значимый персонаж, как и Куясу. Коичи заполучает свой стенд и проявляет первые зачатки персонажного развития. Нам объясняется причина столь странной активности в Морио, дальнейшие встречи с другими стенд-юзерами. Ну и мы лучше знакомимся со Стрелой и Луком, введёнными буквально в главе до этой арки. Теперь же в лучших традициях подобных разборов перейдём к персонажам данной истории. Ведь поговорить здесь явно есть о чём. Начнём же с зачинщика этой заварушки, Кейче Ниджимуры. Какой же всё-таки он потрясный персонаж, к большому сожалению являющийся крайне недооценённым. Строгий, педантичный и одержимый своей целью парень, избравший невероятно тёмный путь из-за обычного желания начать свободную жизнь. И именно этот самый тёмный путь его жизнь по итогу и разрушил. Грустная ирония, конечно. По сути, желая лишь даровать своему отцу возможность умереть, Кейче наплевательски отнёсся к тем, кем ему пришлось пожертвовать ради этой цели. Да о чём вообще говорить, если ради этого он рискнул выпустить такого монстра, как Анжела, чудовище, унёсшее не только массу жизней до этого, но и уже после приобретения стенда. Все эти жертвы лежат на совести Кейча, включая и дедушку Джоске. И в этом, полагаю, и кроется моральная дилемма его мотивов. Да, делается всё это с целью поиска подходящего стенда, а также исходит из серьёзной детской травмы. Однако, как же много судеб ему пришлось порушить. Ситуация Кейча одна из тех, когда плохим его вынудила стать сама жизнь. И это важно учитывать, поскольку сам по себе негодяем он не является. Да и определённо любит своего брата, невзирая на тот эпизод с дружеским огнём. А Куясу и правда ему лишь помешал. Но и это недоразумение было перекрыто к концу арки, когда Кейча самоотверженно подставился под удар Red Hot Chili Peppa. Говоря о Кейча, не могу не затронуть и его шикарный стенд Bad Company. В своём Джоджо Теге я назвал его самым любимым в четвёртой части, и считаю так до сих пор. Я просто обожаю его концепцию. Ну правда, как же с одной стороны проста эта идея, но при этом свежая и неортодоксальная для стенда. 60 солдат и кучка вертолётов с танками, где такое ещё можно встретить в Джоджо. Также не могу не отметить, как здорово этот стенд отражает самого Кейча, а именно его собранность и дисциплину, ну а также, на мой взгляд, и детскую травму. Ну а мы переходим к Акуясу. В этой арке, подобно множеству других будущих Джобра, он также вводится как антагонист. И не буду скрывать, как же странно он ощущается в этой роли. Почему? Да тут всё просто. Никакой Акуясу не антагонист, а всё тот же глуповатый и верный своим близким паренёк. На данный момент в истории его единственным важным человеком был, очевидно, старший брат. И неудивительно, что именно ему он и был так предан. Как объясняет сам Акуясу, он всегда действует на эмоциях, а эмоции эти исходят из чистых побуждений, и этим он, по сути, и прекрасен. Простой и искренний дурак, верный своему образу от самого начала до конца. За всю эту арку Акуясу проходит через многое, на своих же глазах лишаясь старшего брата. И как же я рад, что Араки развил эту тему и дальше, уже в арке Red Hot Chili Pepper, где даже предоставил Акуясу право последнего удара. Красиво получилось, ничего не скажешь. Ну и скажу кое-что насчёт The Hand. Если так вдуматься, то данный стенд вполне мог бы избавиться от отца, и я предпочитаю думать, что Кейча это прекрасно понимал. Однако попросту не мог заставить брата пойти на такое. Что же до Коичи и Джоски, эти двое здесь также довольно хороши. Но, возможно, Коичи в меньшей степени, поскольку на протяжении всей арки он не был столь полезен, хоть и пытался. Но зато пробудил свой стенд и потихоньку начал развиваться. Для Джоски же эта арка стала одним из первых и самых ярких моментов демонстрации его лучших качеств. Альтруизма, смелости и не в последнюю очередь смекалки. Ну и вернёмся ненадолго к самой истории, поскольку здесь тоже есть что упомянуть. Помимо клёвых персонажей, эта арка обладает мощной и довольно мрачной атмосферой. Выбранный сеттинг в виде заброшенного дома крайне эффективен и придаёт битве с Кейча нужный и гнетущий тон. Обе битвы в рамках этой арки грамотно поставлены и длятся именно столько, сколько и должны длиться. Но и чёрт возьми, как же много эмоций вызывает эта концовка. Всё происходящее с момента появления отца и вплоть до смерти Кейча один из самых эмоциональных моментов во всём Джоджо. Ну а драма братьев Ниджимура, на мой взгляд, одна из самых знаковых трагедий. Ну что ж, ответ на поставленный мной же в начале вопрос, заслужена ли эта арка многими забыта, напрашивается сам. Определённо нет, ведь Ниджимура Бразерс крутая арка, являющаяся одной из лучших во всей четвёртой части и однозначно достойное внимание. Ну а на этом всё. Благодарю за просмотр и подписку, и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok